Территориальный центр социального обслуживания населения московского района города Бреста уже в который раз приходит на помощь людям с ограниченными возможностями. Каждый год перед холодным сезоном и снабжают овощами. Сотрудники территориального центра уверены, что лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие. Этот год отличается тем, что овощная продукция по всей вероятности будет дороже, чем в прошлом году. А по остальным моментам здесь отлично никаких не будет. Как мы получали от спонсоров материальную помощь на эту акцию, так мы и получаем. Причем спонсоры, как правило, не меняются. Мы слышим в свой адрес благодарственные слова. Ну и, собственно, это естественно. Тем более для любого человека, когда он получает то, что ему необходимо будет в течение года, ему приятно. А нам приятно, когда нам говорят за нашу работу спасибо. На повестке дня два адреса. В доме ветеранов, что по Груднинской, 6, проживает Светлана Люкевич. Женщина-инвалид с детства. Сложности со здоровьем не позволяют запасаться на зиму овощами самой. Светлана Люкевич благодарна, что такая помощь ей оказывается. Очень важны, потому что это такое очень хорошее подспорье нам. Овощи, картошка. Это такое необходимое. Мы очень благодарны территориальному центру, директору, нашему обслуживающему, моей социальной работнику, Людмиле Борисовне, за то, что они приходят, заботятся о нас. Валерий Лемихов уже давно живет один. Его часто навещает социальный работник. Проблемы со здоровьем не позволяют мужчине полноценно заботиться о себе. Овощи к зиме – хороший подарок, которому Валерий Лемихов рад. Я жил и в центре города, получил квартиру здесь. И здесь есть. И там тоже пригодили постоянно. Просто приносили продукты, картошка, овощи, фрукты. Здесь все какие-то зухие. Помогали, спасибо, хорошо. Особый долг общества заключается в том, чтобы помогать нуждающимся. Люди с ограниченными возможностями здесь в первом ряду. Ведь именно они знают настоящую ценность здоровья. Эти люди не нуждаются в сочувствии. Им нужна наша поддержка и внимание.